Главный советник правительства Великобритании по безопасности лекарств, научный сотрудник пищевого института в Оксфорде, написал несколько книг. Одна из них «Как выйти из огня». Потрясающая книга. Итак, вы готовы к следующему спикеру? Это... Вы готовы? А вы готовы? Конечно, все готовы. Итак, наш единственный и неповторимый доктор Боул Клейтон. Вы все знаете, что рыбий жир полезен для здоровья, не так ли? Но не обязательно. Рыбий жир и рыбий жир, и рыбий жир. Ну, вы знаете, множество разных марок, брендов. Большинство из них очень плохая формула, очень плохой состав. Мы все знаем о загрязнении, о тяжелых металлах. Но в океанах полно и других химических веществ, которые мы туда сбрасываем. И, возможно, вы не обо всех знаете. Но если получать в организм пищу и такие химикаты, это, естественно, не очень полезно. Это вредно для разных тканей, для костей и так далее. Попадают пестициды, хлориды. Они обладают высокой активностью и не полезны для организма. Зинзина, конечно же, применяет крайне важные стандарты при производстве. И те продукты, которые мы используем, соответствуют высочайшим, самым строгим международным стандартам. Но есть еще одна проблема с рыбой. Рыбы недостаточно. И если вы сделаете простые подсчеты, сколько людей должны есть, получать омега-3, не из растений, но настоящий омега-3, из рыбы. И если мы это количество разделим, мы посчитаем, сколько у нас есть рыбы в морях, мы поймем, что ее недостаточно. Мы не можем всем людям, которым нужны все эти вещества, мы не можем им предоставить необходимый рыбий жир. Но мы сейчас говорим не о такой рыбалке с удочкой. Мы говорим о промышленном рыболовстве, о таких практически фабриках. Большие корабли вылавливают рыбу, отправляют на специальные заводы, где обрабатывают эту рыбу, добывают, получают из нее рыбий жир. И рыбий жир лучшего качества используется с такими компаниями, как Зинзина. У нас также используется высококачественное оливковое масло с высоким содержанием полифенолов. И именно такая комбинация делает наш рыбий жир эффективным и отличает нас от всех других производителей, которые работают в этой области. И это у нас скомбинировано в первом продукте Balance Oil. И множество клинических специалистов, ученых используют этот продукт и советуют своим пациентам, хотя они не могут официально его выписывать. И этот продукт используется по всему миру. Ну, затем мы применили технологию, которая была разработана совершенно в другом промышленном секторе. Мы ее тоже включили в наш процесс производства и разработали такой рыбий жир, который магическим образом растворяется. Это микросуспензия в воде. Можно использовать в кока-коле, в пиве, чему угодно добавлять. Это для тех, кто не любит пить рыбий жир, потому что не все любят его пить. Это хороший технический прогресс, но это не решает ту проблему, что у нас мало рыбы. И мы не хотим разрушить экосистему морей, потому что это не принесет никому пользы. Поэтому мы вернулись к доске и начали думать, откуда приходит этот омега-3. Вы понимаете, вы уже видели этот слайд, рыба не производит омега-3. Они это получают из того, что едят, то есть из морских водорослей. И так же, как, например, растения на земле, в них содержится в основном все омега-6, ну и омега-3 тоже, которые невозможно использовать в водорослях, особенно в тех, которые растут в холодных водах, как раз и есть тот омега-3, который нам необходим. Можно просто собирать водоросли, не требуется рыба. Можно просто пойти в самое начало этой цепочки. И можно использовать те водоросли, которые едят рыбы. И это является хорошей альтернативой рыбе. И они невероятно быстро растут. Водоросли можно собирать и очень быстро водоросли регенерируются. Большое количество биомассы гораздо больше, чем на земле может вырасти. Потому что все зависит от того, сколько энергии у растения. И если, например, это растение на земле, то ему требуется множество структуральных компонентов. Потому что растению необходимо бороться с гравитацией. Поэтому на земле на это уходит энергия у растения. Но у растений в воде, то есть у водорослей, такой потребности нет. И есть очень редкие растения с редкими веществами, компонентами, которые не содержатся в растениях, растущих на поверхности земли. И сейчас это изучается различными центрами исследовательскими в мире. И сейчас исследуются различные компоненты, ингредиенты, которые мы тоже будем использовать в наших продуктах. То есть не идет борьбы за поверхность земли. И поэтому не требуется, например, забирать себе какую-то поверхность земли, которую можно было бы иначе использовать для животноводства или для выращивания других культур. И может решить проблему с диоксидом угля. Таким образом можно решить и эту проблему тоже. И, наконец, если вы хотите использовать водоросли как систему очистки и биоаккумуляции, их тоже можно для этого использовать, потому что можно таким образом убрать, например, тяжелые металлы и какие-то другие химикаты из океана. И устранить последствия работы индустриального сектора. Это очень интересная область, которую можно использовать по-разному. И, как вы видите, вот так это началось. Сначала это началось с небольших ферм, с какого-то ручного труда. Во втором поколении уже появились другие, более совершенные системы сбора водорослей. И, может быть, появилась идея, что, может быть, можно не в океане эти водоросли разводить, а в какой-то более контролируемой системе. И это привело к разработке таких первых биореакторов. Как это работает? Берут водоросли, ну, любой вид водоросли. Используются такие специальные трубки, которые промываются. В нашем случае это морская вода. И по мере роста водорослей они идут через эту систему. И к тому времени, как они подходят к концу этой системы, они уже готовы для сбора. Это очень эффективная система для производства большого количества биомассы на небольшой площади Земли. Можно разные формы, разные размеры делать. И как это выглядит, совершенно неважно. Главное, что внутри. И эта микроводоросль очень-очень интересная. Захитриум называется по латыни. Запомнять его не обязательно, но что следует запомнить. Такие микроводоросли растут во многих океанах. И совершенно законно можно это принимать в пищу или использовать как биологическую добавку для пищи. И интересно, что половину веса клетки составляют триглицериды. И 37% это ДХА. Долго в системе. Докозагексоэновая кислота. И это что хорошо? Мы берем это из океанов, делаем в контролируемых, чистых условиях. То есть мы не нарушаем ничего в океане. Мы работаем в очень чистой системе, и которую сейчас можно использовать по всему миру. И, кстати, одна очень хорошая система прямо сейчас здесь находится в Стокгольме. Я ее посещал. Поэтому вместо того, чтобы использовать рыбу, мы начинаем с водорослей, добавляем наши полифенолы, как и прежде. И это дает нам веганский балансоэл. То есть это не как те растительные масла, которые вы получаете из льна или киа. Не ошибайтесь, это те омега-3, которые вы можете усвоить. А из льна тело не усваивает омега-3. Это реальный омега-3, который сама рыба использует, и который она нам и переносит. Мы просто идем в начало цепочки. И это то, что нужно нашему телу. И позвольте мне вам сейчас сказать состав, потому что очень сложный состав, и, наверное, самый эффективный наш продукт. Итак, наши составляющие 45% – это как раз из водорослей масла, затем 35% – это холодного отжима оливковое масло, потом масло оекиум, 20% – позже поговорим потом, потом токоферолы, которые позволяют не портиться, и веганский витамин D. Но здесь два странных ингредиента. Итак, веганский витамин D. Витамин D – это все знают. Из линолина мы получаем, правда, это животный источник. А веганский витамин D, может быть, вы слышали, можно получить из грибов, если на них ультрафиолетовый свет направить, как и на нас. Но большинство грибов производит витамин D2, а это не та форма, которая нам нужна. Но позвольте показать вам, как выглядит растение, которое на русском называется синяк. Бурачниковое растение. В основном его считают сорняком, но мы теперь знаем, что семена этого растения, которые теперь коммерчески выращивают, хотя оно раньше только считали сорняком, содержат стеродоновую кислоту, откуда приходит как раз D3 витамин. И вот из этого лишайника, который вы видите на экране, это очень сложный организм. Это симбиотический организм между грибами и цианобактериями. То есть микробиоты и фотобиоты. Это очень-очень-очень сложная система, хотя выглядит очень просто. Это то, что нравится есть оленям. Но это замечательный источник витамина D3. И никакие животные здесь не задействованы, чисто веганское. Но это как раз тот витамин D, который использует наше тело. Итак, еще дальше немного разбиваем это. 2115 миллиграммов из водорослей масла. Затем это значит 1604 миллиграмма омега-3. Что касается эйкозапентаеновой кислоты и докозагексоеновой кислоты, вы видите состав. И теперь немножко больше насчет масла из растений, которое называется синяк. И это не как киа, не как лен, который на самом деле не позволяет нашему телу использовать омега-3. Что касается этого масла, содержит что-то, что называется СДА. Это не короткая цепочка омега-3, как во многих растениях. Она не настолько же длинная, как в омега-3 из рыбы, но она посередине находится. И это часть метаболической цепочки в вашем теле. Когда вы едите, короткие цепочки омега-3 тело не очень хорошо усваивает, очень маленькое количество. Но когда вы это сделали, то, что касается длинных цепочек, они вам нужны, и они в 30% усваиваются. А, например, из льна вы усваиваете всего 2-3%. То есть, вот это гораздо лучший источник, который вам нужен. Но здесь еще немножко сложнее. СДА, у них есть еще дополнительные противовоспалительные характеристики, что отличается от ЕПА, ДХА. То есть, оно участвует в метаболизме и помогает функциональности омега-3. Так же, как полифенолы. То есть, мы создаем здесь что-то сложное, что прежде не существовало. И это производит противовоспалительные действия, которые, с моей точки зрения, делают это очень важным клиническим инструментом, самым важным, который я когда-либо видел. А теперь еще сложнее. Потому что теперь нам нужно добавлять омега-6, гамма-линоленовую кислоту. Я знаю, что мы все время говорим, что омега-6 это плохо. Если у вас их слишком много и недостаточно омега-3, то это плохо. И это правда. Но реальность довольно сложная. И как ученые, нам нужно сделать вещи понятными и простыми, в этом смысле, чтобы не зайти слишком далеко, чтобы не фальсифицировать данные. Поэтому помните, что Эйнштейн говорил, что все должно быть сделано насколько возможно просто, но не проще, чем нужно. И он был прав. Омега-6 в целом для вас нехорошо. И в целом у нас их слишком много. Но гамма-линоленовая кислота это одна из тех жестых кислот, у которых свои противовоспалительные свойства. Например, в черной смородине она присутствует. И если вы почитаете, то эта кислота тоже играет роль в народной медицине, потому что имеет противовоспалительные характеристики. То есть, что мы здесь делаем? Мы расширяем профиль жировых кислот в нашем продукте, чтобы улучшить их функциональность. И я думаю, Зиндины здесь просто замечательно поработали. Вы помните, вот это мясо, да? Вам нравится? Вы помните, был такой альбом одной из групп. Если вы хотите сказать, что мясо это убийство, и вы хотите быть веганами и вегетарианцами, я не разделяю ваши принципы, но я совершенно не против. Мне нравится быть всеядным на самом деле. Но я считаю, что мы зря наказываем веганов, что им нельзя есть рыбий жир. Из-за этого мы, когда измеряем их соотношение, оно очень нездоровое между омега-3 и 6. Это одна из причин, почему, будучи вегетарианцем и веганом, вы не гарантируете себе лучшее здоровье и длительность жизни. Разница очень незначительная. Но теперь мы можем это исправить. Мы можем дать им источник омега-3, который позволит им и придерживаться своих высоких моральных принципов, и при этом употреблять омега-3. На данный момент есть веган, веганская омега-3 немножко дороже. Это отражается в цене продукта, но когда биореакторы станут более популярными и их будут больше строить, тогда этот омега-3 из водорослей будет становиться доступнее. По цене будет даже по той же цене, что и рыбьи омега-3, а со временем может быть даже дешевле с расширением эксплуатации биореакторов. И тогда, может быть мы полностью переключимся на омега-3 и из водорослей. Но пока, пока омега-3 для вас хорошо, а это просто способ, как предоставить их всем, кто в них нуждается. Спасибо.